Единственный мусорный полигон в Усть-Каменогорске переполнен. В городе растет число стихийных свалок. Коммунальщики и местные жители решили провести массовые субботники, вот только вывозить собранный мусор уже некуда. Как теперь очищать регион от мусорных завалов, расскажет Руслан Мухамедьяров. Растаявший снег в Усть-Каменогорске обнажил весь масштаб мусорной проблемы. Свалки превратились в скверы, улицы, дворы. Коммунальщикам сложно справиться с таким объемом работы, поэтому они зовут на помощь жителей. В регионе начинаются массовые субботники по акции «Таза Казахстан». С мусором борются больше 300 человек. В городе очень много мусора, селещу много мусора, везде люди, где хотят, там и складируют этот мусор. И вот за час где-то мы вот уже, сколько машин? Три машины выехало уже, три машины, вот четвертая. Так общими усилиями за сутки в городе ликвидировали больше 50 несанкционированных завалов. Только вот проблема, вывезти весь этот мусор приходится все равно на единственный полигон в городе. Между тем, возраст городской свалки давно перешагнул за 60 лет, а объемы накопленных там отходов выше 8 миллионов тонн. Неудивительно, что и нарушений на объекте множество. Оштрафовали операторов полигона почти на 6 миллиардов тенге. По пяти нарушениям предприятие добровольно оплатило штраф в размере 1 миллиона 841 тысячи тенге. По другому штрафу предприятие ходатайствовало о рассмотрении административного дела в судебном порядке. А это как раз штраф на сумму 5 миллиардов 924 миллиона. Оказалось, что компания просто закапывает в землю пластик, полиэтилен, картон и шины. К слову, в городе именно эти виды мусора могут отправиться на переработку. Действует завод под сортировки отходов. 30% от отходов не вредны для окружающей среды, потому что это органика, и она перерабатывается очень быстро. Вы сами понимаете, что совсем много времени нужно пластику, чтобы разделиться в земле, и совсем другое, когда это будет простая органика. Сортирует завод в сутки до 150 тонн мусора, но пока вынужден отправлять добытое сырье в другие города. Да, переработки на востоке Казахстана нет, как нет пока и нового полигона. Его строительство запланировано в ближайшие два года за счет кредитных средств от Европейского банка реконструкции и развития. Однако, куда до тех пор складывать мусор, вопрос открытый. Руслан Мухаммедяров, телеканал Аматы, Усть-Каменогорск.